Следующим грозным заболеванием печени, очень распространенным, является гепатоз. Само слово означает, что это ожирение печени. Можно сказать, что эта проблема очень сильно распространена, особенно у людей с возрастом. И это неудивительно, потому что тот образ жизни, в который мы ведем наше питание, всегда способствует этому гепатозу. Осложнением гепатоза является то, что человек становится неработоспособным. Он вынужден заниматься мучительными диетами лечебными. И шансов просто на обычные такие другие методики лечения очень мало. Так вот, гепатроп тоже в этом случае может хорошую помощь оказать в лечении гепатоза, ожирения печени. Следующее заболевание, которое часто встречается среди населения, это цирроз печени. В данном случае перерождение печени связано не с жиром, а связано с перерождением соединительной ткани. Это запущенное хроническое заболевание, цирроз печени. Причина его бывает чаще всего различные интоксикации, в том числе алкоголизм может быть одной из причин. Прием всяких химических лекарств, прием длительный наркотиков и много-много всяких препаратов, которые не должен человек принимать. Так вот, цирроз, казалось бы, тоже уже все перерождение печени. И лечить цирроз, врачи говорят, что практически цирроз не лечится. Но я бы так не сказал. Да, цирроз сложно заболевать, но все-таки как-то помощь можно. Почему? Потому что медленно, но все-таки печень способна восстанавливаться. Это ее уникальная особенность. Единственный орган в организме, который способен регенерировать. Есть такие исследования, когда показывают, что отсекая частично печень, можно ее восстановить. Но это опыты, наверное, животных проводили. На мышах, допустим. И доказано, что можно и при циррозе частично восстановить функциональную работоспособность печени. Это тоже очень важно. Допустим, мы не вылечили все, не убрали эти все рубцовые ткани цирроза. Но частично восстановили клетки печени. Они стали работать, выделять свои вещества, которые нужны. И в том числе и желчные кислоты стали в достаточном количестве. И человек может жить с циррозом печени намного дольше. Следующей часто встречающейся проблемой печени являются холонгиты, холециститы, камни в желчном пузыре. И это воспалительные процессы. Не только печени, но и в желчном пузыре.